Бэкстейдж Фу, я как будто егай сдаю Бэкстейдж В студии Радио Хит Журналист Орс.ру, а также фотограф и оператор Орс.ру Давайте по числовой стрелке Аня Орлова Аня, здравствуй Аня, наш журналист Орс.ру Он такая, ну, знаете, блондинка такая У нее такой каре Я сегодня имидж сменила Стало потемнее, да? Похолодели твои корни Ничего страшного бывает Это смойте, не переживай Вернешься к осветленным, мы этими путями ходили Еще у нас есть в студии фотограф Павел Сагайдак И он же оператор у нас теперь еще Да, Паш? Да, да, да В этом году он стал еще оператором Вырос в профессии С чем тебя и поздравляем, Паш? Спасибо Спасибо И Маша Наздрачева, журналистка Орс.ру Мне кажется, самый переживательный человечек Маша, здравствуй Всем привет Ребят, давайте вот с чего начнем Мне всегда спрашивают, как стать журналистом Орс.ру? Я говорю, вот на самом деле у всех такие разные пути Все очень по-разному приходят в эту профессию Скажите, давайте мне, кто из вас когда пришел На работу И, собственно, как оно это было? У меня будет короткий рассказ Это Аня Да, мы с Машей, наверное, пришли в одно время 2015 год Два года назад? Да, два года назад Почти три уже, кстати Да, время летит У нас быстро Я никогда не была журналисткой Никогда не училась на журналистику Была на журфаке Я была менеджером Орс.ру Раздел развлечения Вот, потом немножко Но там же ты тоже с текстами работала? Я работала с текстами Писала такие более развлекательные тексты Для открывшихся новых заведений Делала имиджевую рекламу Вот, и ходила, трещала языком Предлагала рекламу Но оказалось не моем Я была такая милая, стеснительная И никто меня не слушал, только смотрел Поэтому я решила пойти на телевидение Чтобы в основном смотреть Не заглядывали в рот Ну, теперь даже если заглядывай, ты не видишь Потому что ты по ту сторону экрана Люди на диване смотрят Мария, ты тоже в 2015 году пришла? Да, но получилось так, что изначально Мы даже были с Аней соперницами Потому что мы боролись за место журналиста Оно было одно место? Ну, нет, их было несколько Но и претендентов тоже было много И мы соперничали Кроме нас были еще девочки Но у меня образование журналистское И до этого у меня была практика В Оренбурге на телевидении Ну, и поэтому Ну, как-то меня взяли И они взяли Ты была поспокойнее Говоришь, ребята, я в этом шарю Я в теме, все нормально Ну, я уже кое-что знала Да, я снимала Уже кое-что знала Мне было попроще Поэтому в этом плане Но хочу сказать, что специфика редакции Наорска.ру Отличается от работы везде Во всем Оренбурге И поэтому здесь Ну, труднее, чем везде Конвергентная редакция Конвергентная, да, у нас редакция Это значит, что И в пир, и в мир В добрые люди Обычно Бывают журналисты, которые пишут Стати на сайт Есть, которые готовят на радио Есть, которые готовят на телевидении У нас ребята готовят сразу материал На сайт Вайбер-чаты На канал Все везде идет И на радио тоже новости готовят Все одни и те же люди Вот мы такие универсальные солдаты Паш, я знаю, у тебя самая богатая история Ты у тебя уже стаж работы на Орс.ру Гораздо больше, чем у девчонок Расскажи, сколько лет назад Ты пришел в студию Четыре года назад я пришел сюда Четыре года назад Да Жизнь меня помотала Мне кажется, как будто Ты уже всю жизнь здесь Я только девинажно четыре года всего А нет, это потому, что я Ты даже позже меня пришел в Евразию Я-то уже шесть лет Старичок Мне вообще жуть, как хотелось попасть На Орс.ру Я до этого фотографировал Молнии, да, вот эти всякие Выкладывал все это на сайт Присылал И мне прям Ты был фотограф-любитель? Да-да-да И мне хотелось прям попасть вообще тут работать Снимать этот репортаж Хотелось Ну, мне нашептали, что приедь Есть место Есть место Кое-какое ты можешь пригодиться Места нет, просто сказали, что шеф может уехать надолго Лучше приедь, скажем так Я поехал, пошел Представил все так и так Говорю, вот Я Паша, из ноябрьска 2 Да, да, семья Паша Из ноябрьска 2 Ну и все, он говорит Приступай к работе И я вот с первых дней начал ездить, снимать Я был в восторге, когда мне дали там Всякие GoPro, там камер целую кучу дали Иди, где-то снимай, там природа Все, что хочешь Еще и зарплату за это получайте Круто Всегда хотелось просто попасть Не буду лукавить И теперь, когда ты видишь Фоторепортаж Павла Сагдака Ты говоришь Вот так вот Я балдуй Прям любишь это дело По крайней мере, мы знаем Одна девочка хотела быть на ТВ Один мальчик хотел быть на сайте А Маша мимо проходила Что на самом деле больше всего поразило Когда вы только пришли Вот вы пришли Еще не знаете, что такое уж точку.ру И стали частью коллектива Что прям вот Вот меня первое Удивило нецензурщина Много матов Много было матов Я сидела как рыбка Молчала до поры до времени Потом начала подавать голос Вот, как-то со всеми дружились Я думала, что что за ребята Какие-то они все вот Машишинники, да Но меня больше поразил Объем работы, которую выполняли ребята На тот момент, когда я пришла Уже тогда было много всего И, ну, я вот как уже говорила У меня был опыт в других местах И такого объема Я нигде не видела, что бы делать Есть замечательная история Николай Бараников же тут работал Продолжает работать Продолжает работать На тот момент, когда я устраивалась Вот, там мы были знакомые Выступали вместе в театре Я с ним посоветовалась Знала, что он работает корреспондентом Вот И решила у него узнать Как здесь, ну, пробить поляну Там, знаешь, ну, зарплата то-то, то-то-то Все хорошо, как бы, ну, все в достатке Но есть горячка Вот такая стучка Как бы дежурства Ну, я думаю, ну, ладно Бог с ним дежурства Но когда узнали, что такое дежурство Это было очень хорошо Нигде нет таких активных звонков Как на Орск.ру Звонят просто адски Все постоянно 343 343 Наш номер телефона Звонить на Да, звонят много И это хорошо Это, значит, нас слушают Читают Смотрят Любят Вот, ну Причина, по которой ты Не можешь взять горячку Это смерть Да Все Больше нет других причин Умри на сделок В этом Войну лонг Бэкстейдж Время дня Хоть день, хоть ночь Могут позвонить Там в 4-3 часа Да, что, пейте Вот такой вопрос Блин, ну да, конечно, ребят Мы спим Мы спим, но мы рады Что вы нам звоните Бывает звонит человек Рассказывает Ну, там что-то случилось И в первую очередь Я задаю вопрос Вы скорую полицию вызвали? Нет, мы вам позвонили Ребятушки Звоните Скорую полицию Но ведь это Ну, когда идет речь О человеческой жизни Здесь Секунды Решают все Поэтому в первую очередь Службы, которые этим занимаются Дело в том, что, наверное, просто Полиция и скорая не имеет Такого большого Промоушена Ну да 340-300 Гораздо глубже сидит У людей в голове Как часто все-таки Приходится выезжать ночью И есть ли какие-то ограничения Что на что-то вы поедете В среде ночи А на что-то не едете И какая группа Выезжает на происшествие Допустим, случилась Очень крупная Ну, к сожалению, авария Кто поедет В среде ночи На трассу Снимать материал Ну, получается так Что если Ну, изначально Мы не знаем Насколько крупное ЧП Ну, чаще всего Там позвонил человек И мы поехали Едет журналист 100% Со своим фотоаппаратом Если мы уже заранее Ну, вдруг Кто-то еще сообщил Что там прям Ну, вообще, не дай бог Да, мы прозваниваем Еще параллельно Службы Чтобы уточнить Какого масштаба Мирное происшествие Если там прям Вообще Очень все серьезно То одновременно Еще выезжает оператор Который все это будет снимать Но мы едем Вот хочется всем сказать Мы едем не для того Чтобы у нас было там Куча просмотров И комментариев Мы хотим Обратить внимание Вас всех На проблемы На вот эти вот Аварии На все-все-все Ведь это случается Блин По нашей халатности Обратите внимание Каким жертвам Все это приносит Ну, иногда Да, кстати Фотографы Справляются В качестве журналистов И сейчас Паша у нас Вот видеограф И он Он очень умело Может взять Чего стоит только Репортаж Про спасение лебедя Я смотрела много раз Он может делать Селфи Может взять интервью Может записать стап Ну, стендап Это в кадре Когда журналист Вот Может сделать Все что угодно Какие самые яркие У тебя были сюжеты Когда ты приехал Вроде бы Сделать пару фотографий Но одновременно Пришлось заснять стап Взять комментарий И уже придется сказать Ребята, там было то-то-то Чтобы журналисты записывали Да, это было вообще Короче, это самое Классное было Это когда-то метель была Метель? Да И меня отправили на трасс Да, по-моему, не отправляли Это было 2 января Я не знаю Я проснулся Что-то мне Потянул на трасс Да, потянул Заграфировать метель И я туда поехал Вроде бы Просто сделать пару фотографий Снял Там целый сюжет Там и машины в кувете лежали Это Ну и там Стендап Стендап один был Конечно Про ад А Да-да-да Снежный ад Как ты говорил? Это ад Нет Это ад Это ад Это ад Ад Запонитовал, кстати Это ад Молодец На самом деле Да, это тот случай Когда действительно была метель Когда Паша Своим обаятельным Обаятельной манерой Своимпровизировал И потом же По всей России Этот снежный ад Прошелся Действительно Мне кажется, что Точка ру Не раз Такие Пускала фишки По всей России Помнится Трамвай на колбасу Просто по всем пикабу Прошелся Бэкстейдж За что вы по-настоящему любите свою работу? Почему вам... Тут никогда не скучно Никогда не скучно Да, тут очень весело Веселые ребята Насыщенно очень Жизнь событиями Даже хотят взять тот факт Что 2-3 года Пролетели просто Очень быстро Потому что Все вот так меняется Меняются события Неоднократная работа Да, не сидишь Постоянно что-то делаешь Выезжаешь Общаешься Узнаешь Расширяешь кругозор Самое приятное В работе Орс.ру Это то Что вы никогда Не говорите о проблеме Один раз Если она имеет развитие Всегда сюжет дается в развитии То есть вот Мы не забываем темы Которые мы озвучиваем Мы потом показываем Как дальше себя герои Вели в кульминации Чем дело кончилось Если мы требуем ответа Администрации Мы все-таки добиваемся Хотели еще Упомянуть всех Кто работает за кадром И помимо нас Кто трудится в журналистике Это Татьяна Лакеева Дима Строистенко Антонина Сатарова Мария Ивченко Маша Марина Черентаева Главный редактор у нас Наталья Сидорова Да, у нас есть водители Олег Платонов Его сын Игорь Константин Макаров Который тоже работает И фотографом у нас Телефонным И водителем Ну и конечно же Наши монтажеры Не забывайте еще Пожалуйста про оператора Ильи Логачева Илья Логачев Да, оператор у нас Николай Бараников Между прочим Теперь И оператор И монтажер И монтажеры Это Лена Станкевич Вася Василий Ленивцев Да, фамилия В общем, вот такая команда И Коля тоже, кстати, монтирует Вот Спасибо вам Всем-всем-всем Ребятки наши Что будем желать-то Паша, бери-бери-бери Пожелаю всем жителям Восточного Оренбуржья В новом Тысяченнадцатом году Давай Бери мужское Мужское Ну чтобы однозначно Конечно Чтобы было не хуже Чем в том году А было намного лучше Нет, ну Согласна Конечно Конечно Вот Ну что Банально Денег Здоровье Ну здоровье Будет здоровье Будут деньги Берегите свое здоровье Да, конечно Мы рады новостям Но давайте, пожалуйста Поменьше происшествий Побольше радостных событий Открытий Новшеств И все самое замечательное Маша Поддерживаю своих коллег Ну Будьте счастливы Любви И давайте, да Чтобы наш город Прославился чем-то хорошим А не плохим Год собаки принес Удачу Ребята У меня для вас Тоже будет одно пожелание Пускай почаще Горячка ночью молчит Чтобы вы высыпались Спасибо Журналист Тоже .ру Были в студии Радиохит Большое вам, ребят Спасибо Удачной работы